Приветствую вас, аноним. Есть странное ощущение от вашего текста, как будто написано он, знаете, в какую-то пустоту, есть ощущение очень сильной потерянности у вас, есть ощущение неопределенности, есть ощущение какой-то вот такой, знаете, блуждаемости, что ли. То есть, у меня нет ощущения, что ваш текст написан вот в какой-то такой, определенной узконаправленной целью и узконаправленным смыслом, у меня есть ощущение, что ваш текст писался без особой надежды, без особого рвения и, в общем-то, вы особо не ожидаете, не ждете того, что вам помогут. Собственно, депрессивное настроение чувствуется от вашего текста и мне кажется, что для начала нужно решить эту проблему, прежде чем уже потом что-то делать с сестрой, племянницей и так далее. Обратите внимание анонимно на то, что вы не задаете вопросов, то есть вы говорите, что мне нужно как-то ситуацию разруливать, не знаю как. И далее вы предлагаете варианты, а какой вариант вам ближе, какой вариант отражал бы именно ваше мировоззрение, ваше отношение к этой ситуации, вот с таким вариантом и нужно как бы идти вперед. Но, поскольку вам было, как вы говорите, стыдно, а, значит, вот вы пишете, да, что как-то стыдно было говорить в свое время сестру из России о моей долиной квартире, вот почему стыдно, да, то есть откуда вот это вот чувство стыда? Да, оно произникает из непринятия себя и из-за ощущения, что вы недостойны чего-то, и, по-видимому, считаете вы, что вот раз вы живете за границей, то вы там чего-то недостойны, что вы там этого недостойны, например, ну проживаете за границей, например, и так далее. Вот, сорвется, сорвется, но из-за этого стыд перед строй говорить о своей доле, вот. А стыд также свидетельствует и о том, что вы довольно прохладно относитесь к своим чувствам, что вы не отслушаете их, что вы не отслушаете их, что вы можете их игнорировать. И это тоже, на самом деле, проблема, потому что ваши чувства, они есть, они в вас, они никуда не деваются. И, ну, как-то вот, на мой взгляд, все-таки нужно руководствоваться ими при принятии каких-либо решений. Обратите внимание на то, что вы, вот, значит, когда описываете эту ситуацию, что седра вам, там, значит, вот, хотела прислать деньги, да, вот, вы сказали, ну, пришли. То есть, между вами и вашей сестрой, как бы ни в доверие. Но, на мой взгляд, дело не только и не столько в доверии, сколько в том, насколько вы выражаете своей сестре свои чувства, свое отношение по поводу того или иного. Вот в этом, мне кажется, основная проблема, основная трудность, потому что доверие выстраивается именно на таких принципах. Доверие выстраивается именно по таким канонам. не по тому, что, допустим, там, человек должен оправлять доверие или его забоевать, нет. А именно по канонам того, что вы сами доверяете и обезопасиваете себя, вот. Если этого нет, если вы себя не чувствуете обезопасными, либо объективные действия каких-либо людей воспринимаете как угрозу, то вам, ну, с этими людьми, скорее всего, не по пути. И достраивать что-то с такими людьми достаточно проблематично. Вот. Это я к тому, что разобраться в своих чувствах и взять за них ответственность, а прямое решение к тому, чтобы определить, как вам поступать в дальнейшем. Потому что лучшего варианта в этой ситуации нет. Может быть, разобраться в себе и лучше понять себя вы могли бы, например, придумать какой-нибудь, ну, еще вариант вы могли бы придумать. И что знает. Но пока что сейчас вы просто хотите от нас совета. Вы хотите от нас совета и вы хотите прямой инструкции к действию, а это так не работает. Понимаете? Вот. Зависть к тому сестры, независть, честно, это все не важно. Не совсем понятно и то, почему, имея некоторые проблемы у себя, как вы сейчас говорите, вы помогаете племянным. Не совсем понятно. Не совсем понятно. Не совсем понятно, почему, зная, как ваша стра одна из этих племянниц, вы сказали ей про счет этой самой племянницы. То есть, такое ощущение, что вам не хватает эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я не знаю, может быть, я не прав, может быть, это всё только так кажется, но вот по вашему тексту можно сделать вывод об этом. Вот, я ни на что не председую, я ни на что не, как бы, я не говорю, что я прав, но вот, как бы, такая вот ситуация. И, вот, если вы пишите, да, что, значит, вот, про отношения, вот, вы говорите, что, значит, она два раза набрасывалась в гости, и я стеснялся ей сказать, вот опять, да, тут опять вы стесняетесь, вот опять у вас стыд, опять подавление своих чувств, своих эмоций. Вот, у этого есть причины, с этим причиной нужно работать, чувствовать себя более свободно, вот. Сейчас это такое ощущение, что вы находитесь в треугольнике Гартмана, в роли, в роли такого, спасителя жертвы. Ну, почитайте про треугольник Гартмана, я думаю, что вам это понятно. Вот, значит, эм, так, ну, в принципе, я думаю, что всё, всё. То есть, есть ощущение, что вы очень пренебрежительно к себе относитесь и отсюда все проблемы. Вот. Эм, на этом всё. Надеюсь, что помог вам, эм, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Да. Iya, да. Продолжение следует...